У меня на даче сегодня снимают телевидение. НТВ канал решил снять передачу про выращивание экзотических растений в средней полосе. И мой знакомый показал пальцем на меня, и теперь у меня снимают мой батат, который я посадила в теплице, всего 4 кустика, потому что в огород еще рано сажать, только в теплице у меня он посажен. Планируется еще запекать батат на мангале, но мы потеряли ножки, найти ножки от мангала. Что-то я вообще без понятия, где они могут быть, мы ими не пользуемся почти. Вот так как-то поставили на пенек, но картинка, конечно, не очень. А потому что мы шашлыки раз в год жарим, мы в основном работаем на даче. Не устроил мой мангал, хотя не у всех на даче красивые и хорошие мангалы. Но вот пришлось спросить о соседке мангал. Сейчас выгребаем из него старые угли соседские. Здесь вот оператор готовится снимать все стадии рассады. Вот выставили на столик, на раскладной, скотерочку я достала, чтобы все это выглядело более презентабельно. Вообще, когда снимали меня, вот направляют камеру, включают, мне надо говорить. А мне очень хотелось сказать, что кролик – это не только ценный мех, но и 5-6 килограмм легковосвояемого диетического мяса. Ну, потому что они говорят – говорите. А что говорить – не говорят. Я говорю, а что говорить-то? Ну, о чем мы с вами разговаривали? А мы с ними за два с половиной часа разговаривали. Мало ли о чем мы разговаривали. Вообще, для меня это очень интересный опыт. И я видела, иногда мне оператор прямо объяснял, что он делает. Для меня это прямо очень интересно было. Они уже и с собакой поиграли, и меня поснимали в разных ракурсах с разными… Я там и сажала ботат, и носила ботат, и интервью давала. Ну, очень интересно, конечно. Прямо по несколько дублей некоторые вещи снимались. Потому что то свет не так, то еще что-то не так. Я лицо не снимаю, я только… Ну, вокруг дома то, что мы делаем. Да. Это пожалуйста. Еще мы запекали ботат, который они привезли с собой. И пробовала я его на камеру. Так что это очень было интересно. Всего мы запекали три клубня. Один разрезали на камеру. И я его попробовала на камеру и оценила вкус. Второй я подарила соседке, которая помогла с мангалом. Еще и махалку я не смогла найти, угли раздувать. Так что она и махалку мне дала. И вот третий остался мне на память от НТВ. Повезу домой, угощу сына с мужем. Они запеченные не пробовали, только пюре. Мне дали задание пройтись по огороду и поснимать видео. А они в это время будут снимать меня. Я должна показывать всякости на своей даче. Вот я иду, а они меня в это время снимают. Это нужно, потому что они в своем репортаже хотят упомянуть мой род деятельности блогер. Вообще все как-то так тянулось, тянулось. И потом раз, все, и закончилось. А не уехай. Но так казалось, потому что у них был план, в котором они действовали, но меня они в него не посвятили. Я даже забыла спросить, когда передача выйдет, когда смотреть. Но это я сейчас позвоню, узнаю. Ну и я хочу сказать, они приехали где-то в 12, мы приехали на дачу. И сейчас вот время полчетвертого, и они собираются уезжать. Уже все загрузили в машину. Я не все снимала, конечно. В основном меня снимали. До свидания.